Ну что, Полина, мне начебто все зрозумело. Продюсер – это человек, который каким-то нереальным удивлением поедает в себе три феноменальные качества. По-перше, это голова на плечах, по-друге, это бабло в кишенях, ну и по-третье, руки, которые растут, в общем, ну, ну, где-то нужно они растут. Под твоё четкое описание, Дима, подходит герой нашей следующей истории. Деньги нужно вкладывать в развитие отечественного шоу-бизнеса. Это грамотные положения, гарантированные доходы. Потап поделился с поп-конвейером секретами своей продюсерской деятельности и рассказал, что главное, что для продюсера это не бабло, а душа, душа его подлежных, продана за великое бабло. Сегодня каждый, кто не считает себя молодым талантом, этот молодой талант раскручивает. Вот он – надея музыческого трудового пролетариата 21-го столетия. Продюсер. Та якщо колись це слово входило в розряд елітарного сленгу для обраних, то сьогодні воно стало, ну, майже нелайливим, але чоткі пацанчики вас не зрозуміють. Однак поп-конвейер не був би собою, якби серед незрозумілих музичних персонажів не відшукав для вас представника вимираючого виду. Продюсер справжній. Расскажу я вам сейчас историю, ребята, так что вы внимательно послушайте Потапа. По-моему, я один из немногих, кто понимает, что слово «Ту-продюс» – это производить. Продюсер – это производство. Когда ты пишешь песню, записываешь на студию, ты продюсируешь, ты производишь. Сидишь, подсказываешь аранжеровщику, ты занимаешься саунд-продюсерами, звуковым производством. Ты продюсируешь клип, организовываешь его, снимаешь его, делаешь, производишь клип, потом ставишь его на М1. И все люди, которые этим занимаются, они занимаются, они и есть продюсеры. Ну, тут усе беж-менш ясно. Але звідки у них ростуть ноги, у этих серьезных продюсерів? У нас люди многие попадают в кадр, а потом из кадра возвращаются за кадр и начинают продюсировать. Я для того, чтобы попасть в кадр, изначально начинал продюсировать сам в себя, для того, чтобы попасть на телевидение. И вот я, когда уже попал, когда я уже перед вами здесь сижу, вот я, вот я, уже у меня за спиной колоссальная работа. Здавалося б, все в ажуре. Популярностей хоть лопатою гишь. Навіщо ж Потапу знову подаватися в продюсерство? А я пишу, у меня столько песен, столько идей, которые в Потап и Настя просто не влазят. А я хочу сделать что-то более молодежное. А Потап и Настя, например, колхозные очень, да, а не ресторанные. Они не могут супер молодежно такому музыку спеть. Приходишь тому, что у тебя есть просто энергия, у тебя есть сила, у тебя есть время, у тебя есть деньги, у тебя есть все для того, чтобы делать новый проект. Слишком много денег, фарта слишком много пройти, слишком много тех людей, кто хочет с тобой выпить. Сьогодні продюсера Потапу роботи вистачає. На его рахунку Потап и Настя, Аркадій Лайкін и время истекло. И браться за новых подопечных он пока не собирается. Адже власная фабрика зерок, это, мягко говоря, не совсем его мрия. У меня стоит очередь тёлочек с любовниками, которые приносят кучу денег, говорят, мы хотим сделать, я хочу, чтобы она пела. Я не занимаюсь таким, то есть я всегда слушаю человека. Мне интересуют конкретно талантливые люди. Я не занимаюсь искусственным ничем. Я всё делаю по-настоящему. Почему людям нравится? Потому что там положена душа. Это шоу-бизнес, мама-папа. Он будет с тобой или без. Если ты послушаешь Камецких и Потапа, это будет полный майонез. Ес!